Наверное, умнее всего было бы просто забыть об этой истории, закрыть, больше ни о чем не говорить, не комментировать, собственно говоря, то, что хочет украинская сторона. Сейчас им меньше всего хочется, чтобы люди продолжали говорить о так называемом деле Бабченко. Но, я уже сказал, меня персонально это дело очень сильно заинтересовало, именно потому, что я не люблю, когда меня обманывают, и я буду дальше внимательно за этим делом наблюдать. Свою позицию я высказал уже в четырех роликах на эту тему, но тут получилось следующее. Мне написал блогер Павел Дальнобой с предложением обсудить эту тему, так как наши точки зрения диаметрально противоположны. Он пригласил меня на прямой эфир, формат, который я не поддерживаю, и лично меня этот формат не интересует, поэтому я отказался, но написал несколько своих мыслей, и мы договорились, что он прокомментирует. А я отвечу, если мне будет что ответить. Ну и получилось так, что Павел зацепил меня своим ответом, и я решил, что все-таки стоит ответить. При этом, так же, как и он, я не уверен, что дискуссии стоит продолжаться, хотя, может быть, мои ответы натолкнут его на какие-то другие мысли, потому что то, о чем буду я сейчас говорить с Павлом в первой части этого ролика, мало касается непосредственно самого дела. Но, тем не менее, я думаю, что будет полезно послушать многим людям, в том числе и Павлу. Он эти 50 минут пытается меня, так сказать, вразумить, на полном серьезе, он пытается меня вразумить. Более того, он даже призывает меня извиниться перед остальными людьми, но об этом я еще скажу. Я, конечно, был удивлен такой постановкой вопроса, но скажу, что я думаю по этому поводу. Павел считает, как и многие мои подписчики, считают, что я обижен. Ну вот, якобы, выпустил человек некролог, а потом оказалось, что работал человек зря, вот из-за этого все эмоции. Так как после даже четырех роликов люди до конца не понимают, что я пытаюсь объяснить, но, видимо, придется еще раз к этому вернуться. Павел считает, что все блогеры, как он говорит, делятся на аналитиков и репортеров. Репортеры – это те, по его мнению, кто сообщает новости, а аналитики – это те, кто анализирует ситуацию. Себя, конечно, он относит к аналитикам, меня почему-то относит тоже к аналитикам. И вот таким образом он объясняет, что я, будучи аналитиком, ну повелся на новость, выдал какую-то новость и этим я совершил ошибку. Не нужно было, дескать, сразу реагировать, дать пройти времени, а потом выйти со своей аналитикой. Слушая эти объяснения Павла, я, конечно, улыбался. Ну, очевидно, человек достаточно долго занимается таким делом, как видеоблог, но вообще не понимает, что такое блог. И вот сейчас, так как Павел учит меня уму-разуму, вы уж извините, Павел, позвольте мне тоже вас кое-чему научить. Блог, если вы до конца не разобрались, что это такое, по большому счету это просто дневник. Вот знаете, как девочки, реже мальчики, чаще девочки записывают свои мысли в дневнике, делятся там любовными переживаниями, тем, что у нее сегодня произошло, тем, что она собирается сделать завтра, приблизительно вот в таком духе. Иногда дневники становятся серьезными, люди пишут интересные тексты, потом из них получаются писатели. У меня дневника никогда не было, вернее, я несколько раз пытался его заводить, но никогда не мог заставить себя писать там каждый день. Так вот, видеоблог – это не что иное, как ваш дневник или мой дневник. Мы просто делимся мыслями по какому-то поводу. Вот вам есть что сегодня сказать? Вы взяли и записали в своем видеодневнике какие-то мысли, и разница только в том, что дневник обычно никому не показывают, а видеодневник становится доступным сразу тысячам людей. Вот этим он интересен. Мы, естественно, все разные, и поэтому видеоблогеры отличаются друг от друга чем-то. Ну, допустим, у вас неповторимая манера заключается в том, что вы сидите чаще всего в кабине фуры на фоне украинского флага и что-то там говорите. Есть ребята, кто рассказывают из кабины автомобиля. Камикадзе, например, комментируют плохие новости, показывая при этом все свои эмоции, гипертрофированные эмоции. Парень немножко такого параноидального типа. Это нехорошо или неплохо, это просто так. И этим он притягивает свою аудиторию. Потому что люди часто лишены эмоций в жизни, и когда они видят эти яркие эмоции на лице другого человека, их притягивает это. Им хочется снова и снова наблюдать именно эмоции конкретно Димы Иванова. Я, например, отвечаю с тем, что меня никто не видит. Это, скажем так, мое преимущество на фоне остальных. Это подогревает частично интерес, и я хотел бы и дальше пользоваться этим своим преимуществом. Кто-то сидит в маске перед камерой, кто-то ест, пьет, пердит и рыгает перед камерой. Это тоже привлекает определенную часть аудитории. Человек так устроен, он гораздо проще сконструирован, чем нам кажется. Но как бы там ни было, мы всего лишь записываем свои мысли в видеодневнике. А дневники интересны только тогда, когда они разнообразны. В моем блоге, например, существует ну как бы несколько подкастов. Я говорю об эмиграции, я говорю о России, совсем немного об Украине. Я говорю о психологии, о философии, о религии, о воспитании детей. Мои темы разнообразны. И именно поэтому мой блог, достаточно короткий период, набрал сразу очень много подписчиков. Меня спрашивают, как же вам так удалось? Да, потому что охват тем у меня очень большой. Это совет тем людям, которые только собираются завести свой видеодневник. Подумайте, о чем вы сможете говорить. Если ваша палитра тем будет большой, охват аудитории у вас тоже будет большой неизбежно. На фоне дела Бабченко меня спросили, а не боитесь ли вы, что ваши подписчики убегут и ваш блог закроется? Это очень наивное утверждение. Этому человеку я ответил, нет, конечно же, я этого не боюсь. Потому что мой блог закроется только тогда, когда лично я потеряю к нему интерес. А если я по-прежнему буду записывать свои мысли, делать это регулярно, блог неизбежно будет существовать. И будут приходить другие люди, которым нравятся те или иные темы. Вот вы, Павел, рассуждаете о политике в Украине, а параллельно теперь стали рассказывать о Боге, о семейных отношениях. Так что у вас все то же, что и у остальных. Очередная запись в видеодневнике. Поэтому, простите, но называть это аналитикой – это более чем высокомерно. Не оценивайте себя слишком высоко или слишком весомо. Спускайтесь, так сказать, с небес. Никакой вы, простите, не аналитик, как и я не аналитик. Хотите знать, что такое аналитика? Попытайтесь почитать статьи, скажем, одного из самых доступных аналитиков Андрея Ларионова. Схемами, со статистикой, с множеством цитат из различных статей и научных трудов. Вот это, уважаемый аналитика. Самую настоящую аналитику вы и читать-то не сможете, потому что это серьезный научный труд. То, что делаете вы и то, что делаю я, простите, повторю еще раз, это всего лишь мысли вслух. Поэтому в своем блоге, как блогер, я могу разместить новость, дальше описать свои переживания, пожаловаться, выразить соболезнования или, например, зачитать какую-то статью, потому что на этот данный момент мне это интересно. И мне хотелось бы, чтобы это осталось в моем видеодневнике. Никакой ошибки в этом случае не было. Я всего лишь, как и все остальные миллионы людей, отреагировал на печальную новость. Был убит человек, записи которого в Фейсбуке я иногда читал. Ну и, конечно, на следующий день, как и все остальные, я проснулся и узнал, что это всего лишь фейк-ньюс. То есть фальшивая новость. Никакого убийства не было. Все это постановка. И здесь чувства смешиваются. С одной стороны, ты рад, что человек жив. С другой стороны, тут же, выходит второе чувство, очень весомое. Тебя просто-напросто обманули. И с этим, извините, нужно как-то дальше жить. Кто-то согласен, кто-то согласен меньше. Вот в этом мы с вами расходимся. Внимательно прослушав все 50 минут вашего монолога, Вы уж извините, Павел, но ни одного аргумента я там не нашел. Вернее, был один аргумент, его я прокомментирую. Это касается дела 1981 года во Франции. Все же остальное, что вы предлагаете, основано на одном простом тезисе. Я верю. Я верю СБУ, и поэтому это правда. Я верю Петру Порошенко, и призываю вас тоже верить. Но, Павел, вера – это, извините, признание чего-либо истинным, независимо от фактического или логического обоснования. Ну, вы умный человек, вы понимаете, да? Независимо от всей фактической части этого дела, и даже вопреки логике, люди продолжают чему-то верить. Вот это именно то, что призываете вы. Не обращайте внимания на факты. Старайтесь особо не раздумывать, и не включайте логику, критическое мышление. Этого всего делать не нужно. Просто верьте. Вот я верю СБУ, и вы просто верьте. Ну, я понимаю, вы такой своего рода интернет-пастор. Вам нравится рассуждать о вопросах религии. Поэтому мы можем только верить, было покушение или нет. Я считаю, что покушение было. Было ли покушение на Аркадия Бабченко или нет – это вопрос веры. Поэтому мы можем только верить. Лично я верю больше Украине. Я верю украинскому президенту. У меня следующий вопрос к Штарку. Виталий, вы верите больше президенту Украины и украинским спецслужбам, или вы больше верите кремлевской пропаганде? Это ключевой вопрос. Вот здесь вы меня поставили в полный тупик. Ну, во-первых, я не понимаю, как можно верить пропаганде. Здесь одно исключает другое. Если человек понимает, что это пропаганда, другими словами, промык мозга, он, конечно, не может этому верить. Другое дело, что человек может какую-то информацию получить, не разобраться в ней и чему-то поверить. Это другая вещь. Если вы это имели в виду, верю ли я каким-то российским журналистам, я скажу так, что в России достаточно хороших, толковых, умных журналистов. И многим из них я верю. Ну, например, есть такие люди, как Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Скобеева, Попов и прочие. Этих людей нельзя назвать журналистами. Они, извините, проститутки в сфере журналистики. Доверять им, конечно, невозможно. Их работа отвратительна, и это понятно любому здравомыслящему человеку. Как я могу им доверять? Я вообще их не слушаю, то есть никогда не смотрю их передачи, не читаю их статьи, если они вообще что-то пишут. Поэтому я могу утверждать точно, что они никак не могут влиять на меня. И вторая часть вашего вопроса звучит, верите ли вы Петру Порошенко? Извините, с какого рожна, радости или чего еще угодно я должен верить Петру Порошенко? Я не гражданин Украины. Я не живу в Украине. Я абсолютно посторонний человек, который наблюдает за ситуацией. Если вы вот так в лоб меня спрашиваете, доверяю ли я Петру Порошенко, я сразу скажу нет. Петру Порошенко я не доверяю. Но я точно так же не доверяю, например, Дональду Трампу. Или я не верю, если говорить вашими словами, Макрону. Я абсолютно не верю Владимиру Путину. Верить Владимиру Путину, которого неоднократно ловили на лжи, это просто себя не уважать. Почему я не доверяю Петру Порошенко? Ну, потому что для меня, например, очевиден факт, если президент воюющей страны имеет бизнес на стороне противника, вот лично для меня, для моих убеждений внутренних, это невозможная ситуация. Если бы я был на его месте, вопрос был бы решен в течение нескольких часов. Я бы не придумывал отмазки, о бизнесе, о еще о чем-то. Однозначно, если война, значит никакого бизнеса со стороной противника. И уж в этой истории я тем более ему не верю, потому что в данном случае его поведение и участие в этой операции более чем подозрительно. Когда я перевожу эту ситуацию на мою страну, то я понимаю, что если бы немецкие службы проводили какую-то спецоперацию, и вдруг оказалось, что в этом замешана Ангела Меркель, вы знаете, это даже смешно говорить, это невозможно, потому что это невозможно никогда. Никогда бы политик Ангела Меркель не стала участвовать в никаких операциях своих собственных спецслужб. Она бы сказала, господа, вы тут с ума что ли посходили? Я политик, у меня другие задачи. То, что Петр Порошенко участвовал в подобном спектакле, здесь на Западе оценивают крайне негативно. И Штайнмайер, мнение которого вы тоже не цените, однозначно сказал, что это большой удар не только по государству Украине, но и по репутации Петра Порошенко, так как во время своего визита, когда он там находился, Петр Порошенко ему лыгал. И если готовилась подобная вещь, он должен был президенту другой страны, а Штайнмайер – это президент Федеративной Республики Германии, я прошу не путать с канцлерем. Вот канцлерин у нас мертвый, а президент у нас сейчас Штайнмайер. Один президент лжет другому президенту, открыто в лицо, а должен был в небольшой короткой беседе до этого, например, сообщить. Пожалуйста, если вы услышите подобную новость, не реагируйте. Эта операция я в курсе. Хотя бы этого было достаточно. Само участие президента в подобной ерунде невозможно, господа. Это странно, что вы этого не понимаете. Вы что, хотите сказать, что у вас президент страны, как и Владимир Путин, в курсе всех дел? Но ведь это не так. Ведь Украина уже существенно отличается от России. И там у президента нет неограниченной власти. Президент – это номинальная фигура. Это всего лишь политик, у которого есть определенные задачи. Встречаться с лидерами других государств, наводить мосты, продвигать свои собственные контракты, получать, например, деньги из Европы. В данном случае украинцы заносчиво говорят. Да нам плевать на мнение той же Германии. Германия, видите ли, сейчас строит Северный поток-2. Как им вообще можно доверять? Да все это замечательно, господа. Не доверяйте немцам. Хорошо. Они действуют сейчас в своих интересах. Они ведут сейчас борьбу с Дональдом Трампом, который пытается разрушить отношения между Европой и США. В этом его основное зло. Так вот, вы можете не доверять Германии. Но дело в том, что вы хотите денег оттуда. Вы же хотите, чтобы вас кормили и финансировали. И сами, в свою очередь, кусаете руку дающую. Я скажу вам больше, Павел. Я знаю, что вы большой фэн Петра Порошенко и топите, так сказать, за него. Если бы подобная сцена произошла здесь, на Западе, это бы гарантированно стоило карьеры. Кому угодно. Макрону, Борису Джонсону, Терезе Мэй, любому политику, который бы был замешан в подобном скандале. Так вот, я думаю, что вашему многоуважаемому Петру Порошенко это тоже будет стоить карьеры. Уже сейчас на Совете Европы хотят, чтобы были представлены какие-то доказательства. А судя по всему, представить СБУ, к сожалению, нечего. Мне очень жаль, что страна Украина, которой я весьма симпатизирую, в данном случае повела себя так, как от нее не ожидали. И вам хотелось бы, чтобы эту операцию воспринимали, как вы ее там у себя в Украине комментируете. И очень странно и удивительно, Павел, что вы человек, живущий за пределами Украины, так легко покупаетесь и призываете просто верить. Не думать, не соображать, а просто слепо, я бы сказал, тупо верить. Ну а теперь еще несколько слов в этой части относительно меня самого. Относительно ваших мыслей, что вы, так сказать, все за меня решили и знаете лучше меня. голословно заявляете, что якобы я повелся на какую-то информацию и сложил свое мнение на мнении других людей. И мы уже, вот в данном случае Штарк повелся на мнение тех людей, которым он доверяет. Он об этом говорит в своих роликах. Шендерович, Альфред Кох, этот упомянутый Константин Боровой и некоторые другие. Так вот, эти люди, кроме Штарка, те, кто выше, я назвал, по моему глубокому мнению, они являются хорошо замаскированными товарищами, которые работают на Кремле. Павел, а почему вы решили, что вы можете пользоваться серым веществом в своей голове и способны в своем возрасте на самостоятельные выводы? А я не могу этим пользоваться и ведусь тупо, как вы говорите, на мнение каких-то там людей. Ведь вы совершенно не правы. Свой первый ролик с осуждением поведения Бабченко я выпустил 30 мая 2018 года. Вот, посмотрите, вот сюда. А затем, прочитав, что в комментариях люди не понимают, о чем речь, я выпустил второй ролик, где привел мнение других людей, ну, как бы в поддержку моего собственного. Я прошу людей послушать внимательно, что я говорю. Я говорю о том, что эти люди меня не разочаровали. Вы слышите, Павел? Эти люди меня не разочаровали. То есть, у меня уже было сложено мнение, и просто эти люди его подтвердили. Люди, которые меня не разочаровали, и люди, которые в моем персональном случае относятся к авторитетному мнению. Это прежде всего известный журналист, блестящий журналист России Игорь Яковенко. Он занял именно ту позицию, которую должен занять профессиональный журналист, за что ему персональное спасибо. Второй человек, который тоже меня не разочаровал, Алексей Романов, канал NewsEder. Это странно, но мои мысли очень часто сходятся с мыслями Алексея Романова, хотя мы не общаемся и работаем сепаратно. Дальше это Виктор Шендерович, и его реакция тоже оказалась адекватной, такой, какой я ожидал. Ну и Константин Боровой, одним словом, очень многие люди, именно те, которых я отношу так называемому моему белому списку, все правильно поняли. Очень часто мое мнение не совпадает с мнением большинства, но я все равно его высказываю. Если я вижу истину, то я буду ее отстаивать, независимо от того, согласны ли со мной остальные. Я не мог никак сложить мнение, например, на мнение Виктора Шендеровича. Вы не в курсе, а я вам объясню. Я привел его слова, которые он успел сказать через несколько часов после происходящего на радио Свободы. Мне показалось, что Виктор Шендерович высказывает ту же самую позицию, что и я, поэтому я привел его в пример рядом с Игорем Яковенко или, например, Алексеем Романовым. Но в том-то и дело, что через несколько часов, уже в особом мнении на эхо Москвы, Виктор Шендерович почему-то поменял свою точку зрения. Я видел, как был раздражен Виктор Шендерович, как ему не хочется отвечать на острые вопросы Александра Плющева. Он все время в этой передаче пытался перевести тему «Дак давайте побыстрее на Путина, давайте лучше поговорим не об Украине». Ему почему-то расхотелось больше на эту тему говорить. Но это, как говорится, его дело. Поэтому, Павел, я никак не мог сложить свое собственное мнение на мнении человека, который меняет его, например, в течение 24 часов. Теперь вы понимаете, что ни тогда, ни сейчас, по прошествии времени, мое мнение не изменилось, независимо от того, поменялось ли оно у остальных людей. Это была очень такая длительная вступительная часть. Я надеюсь, что во второй части я смогу поставить вопросы, которые некоторых людей натолкнут на интересные мысли. Видите ли, в связи с этим делом вопросов возникает все больше и больше. И украинской стране как раз таки хочется теперь, чтобы люди перестали об этом говорить. Но этого не будет. Этим, кстати, западные люди отключаются от людей на постсоветском пространстве. Я еще буду об этом много говорить. Западных людей очень трудно обмануть, а если им бросают информацию в таком виде, в каком сейчас пытается это сделать Украина, никто этим не удовлетворится. И это дело не будет закрыто, как сейчас хотелось бы СБУ. Уже сейчас господин Луценко говорит, что, дескать, не задавайте вопросы полгода или год, мы тут расследованием занимаемся. Ведь киллер сдался, так называемого заказчика взяли после. Так что вы делали два месяца? Может, стоит посмотреть, как на самом деле презентируются подобные резонансные дела? Но об этом еще раз, в другой раз. Ну и последнее, Павел, вы теперь, надеюсь, понимаете, что извиняться ни перед кем я не собираюсь, потому что извиняться за свои убеждения невозможно. Вот вы верите в Бога, а я, допустим, атеист. Извинитесь передо мной, что вы занимаетесь проповедями, вы оскорбляете мои атеистические чувства. Что бы вы мне ответили, если бы я вам на самом деле это предложил, вы бы, скорее всего, послали меня к черту и сказали бы «Извини, это мое убеждение раз навсегда и до конца дней моих». Так вот, Павел, то, что касается дела Бабченко, это из этой же самой сферы. Это мое убеждение, которое я имею на базе своих собственных наблюдений и выводов, благодаря своему критическому мышлению, приучившему меня всегда задавать вопросы, даже если всем вокруг это не понравится. Я вам мог бы посоветовать то же самое, но вижу, что вы верующий человек, а верующие люди, знаете ли, они просто верят. Я надеюсь, что прослушав мои аргументы, мои доводы, вот в этом ролике и в следующем об этичности, я надеюсь, что Виталий как сильный человек, а он, безусловно, довольно сильная личность, по крайней мере, я хочу в это верить, он признает свою ошибку и выпустит ролик с объяснениями или с извинениями. Да, если считать, что Россию обвиняют или российскую сторону спецслужбы России обвиняют в том, что они убили бабченко, то да, это фейк-ньюс, но никто не обвиняет спецслужбы России в смерти бабченко, обвиняют в покушении, в попытке убить. Это разные вещи. Павел, вы уверены или вам просто хочется вы доверить? За отрыванными службой безопасности Украины данными вбивство российского журналиста Аркадия Бабченко замовили сами российские спецслужбы. Принайменно такие данные есть на сегодня у службы безопасности Украины. Если российскую сторону спецслужбы России обвиняют в том, что они убили бабченко, то да, это фейк-ньюс. Кремлевский расстрельный список так называемый. Но в том, что он существует, я не сомневаюсь ни на иоту. Тем более разного рода и калибра журналисты и другие лица уже подтверждают. Те же самые журналисты Гонопольский, Киселев, который Евгений и другие подтверждают. Павел, вы уверены или вам просто хочется в это верить? Евгений Алексеевич, список есть или нет? Из присутствующих никакого списка там нам не предъявляли. Это я вам могу сказать совершенно ответственно. То есть списка составленного Москвой? Я третий раз говорю. Никакого списка мне лично не показывали. Просто говорилось о некоем количестве сами. Тут же полетели со своих мест два очень высокопоставленных силовика. Один заместитель директора ФСБ России, его фамилия зовут Сергей Королев, а второй, я не помню фамилию, из ГРУ, вроде как, или из СВР, точно не помню, но это все есть в интернете. Павел, извините, может быть, ваши подписчики и готовы просто так внимать такой информации. Я, к сожалению, нет. Я обычно ставлю очень много вопросов. Итак, заходим на страницу руководства ФСБ России. Ну вот, смотрим, директоры и замдиректоры, извините, этого имени здесь нет. Если вы имели ввиду Ковалева, но он не Сергей, а Николай, с ним все нормально. А вот по поводу Сергея Королева, я просмотрел украинский и российский сегмент и ничего подобного о увольнении замдиректора или одного из генералов в последнее время не нашел. Хотелось бы знать, откуда у вас эта информация. Ну, вы же не за фейк-ньюс, я же понимаю, вы же за истину так же, как и я. Так что, давайте будем разбираться. Продолжение следует...